правда ли что для веб или искусственного интеллекта python нужно учить по разному а ты что думаешь за последнее время были несколько сообщений смысл сводится к тому питон бла 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 питон нужно понимать базу пишут ребята для того что писать на чистом python достаточно этой базы когда ты работаешь с веб фреймворками то там вообще нужно изучать фреймворки для машинного обучения там библиотеки и правильно здесь был только одно про базу но вот мне парень написал после видео которое вам предложу я посмотрел видео понял что понятие базового уровня моего и ваши сильно различается я знаком с функцией минимума уп срезами try except и всем этим не более то есть вашей системе координат базовый уровень это равно нулю примерно абсолютно верно если вам интересно узнать что такое базовый уровень и он один на все времена и был и будет один вот здесь крутая методика переходите видео описание узнаете я не буду отвлекаться ребят если же вы увидели у себя эти мысли то я вам могу четко разложить что это значит вот вам живой пример я его привожу обычно ребятам которые занимаются у меня я говорю вас скажи почему этот человек не пишет как правило говорят ну что сначала я вам задам эту загадку вот смотрите работал руководителем отдела приглашает человека на работу написал код если такой код вам по сути дела написали вы подумать должны что первое что вас наверно подкалывают но тем не менее то кто приглашал на работу и того кого приглашали они оказывают сходятся во мнении что оба были неправы вдвоем не понимали разницу между атрибутами класса атрибутами экземпляра отлично сработал вот этот подход через лет 15 выяснили то что не должно было вообще произойти вы так хотите дальше очень четко можно сказать почему человек не пишет что было сделано не так но это не эта тема в этом исходе у вас 22 варианта ближайшие пять лет вы либо забросите язык и будете постоянно мучиться да вы будете копировать разговаривать но внутри четко будете осознавать код вы не пишете отвечаю почему первое база я вам дал видео посмотреть что такое база она единственная других баз не существует для программиста как как человека который должен работать чем-то конкретным и это конкретное во всех языках одинаковое нам с вами осталось разобрать всего 2 пункта первый действительно мы считаем что базовый уровень для нас достаточно просто немножко понимать далее мы сосредоточимся на вайс фреймворке абсолютно ну что ж давайте ребят я очень рад скажите ближе к телу ну что ж ближе к телу так ближе к телу и так вот самая часто использованная функция в жанга get object or 404 абсолютно верно зачем нам документация ведь она писать для кого-то непонятно для кого но если мы разберемся мы уяснили базу разберемся с исходным кодом то оказывается здесь мы находим строку благодаря которой мы будем писать исходный код так причем здесь я вас спрашиваю фреймворк жанга а со стороны исходного кода все абсолютно одинаково ну что ж мы сделаем немножко по-другому но машинам обучения наверное по-другому надо изучать python ну конечно давайте попробуем посмотреть смотрите здесь все абсолютно по-другому я открыл библиотеку пай торч ну во первых будем говорить так если человек именно базу представлял бы такую то он бы сюда не сунулся он бы взял там что-нибудь попроще керас чтобы дело но вот это крутая библиотека которая написана python c++ тем не менее если мы начинаем немножко мотать нам надо было сразу понять вот он класс классно 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 теперь мы смотрим но мы же не учили документацию нам не надо нам не совершенно не важно что есть позиционный параметр и нам сразу становится интересно что это такое как это работает ну что ж открываем сам код и тоже здесь совершенно нам не надо знать python здесь на сосредоточиться на чем на самой библиотеке к сожалению я здесь вижу атрибуты и уже знаю как с ними работать но это в моей системе координат абсолютно а вот что интересная вещь получается что вот если взять вот эту строку кода и в жанга вот эту строку кода они работают по одному и тому же закону но так как мы для себя решили что мы будем ориентироваться на фреймворк а искусственный интеллект поэтому нам нафиг не нужен то в принципе мы это не увидим и и вы так хотите ребят у вас это уже есть у многих я уверен сейчас стал вопрос а как правильно а попробуйте мою методику я говорю своим ученикам только одно мы с тобой сосредоточимся всего на четырех конструкциях ответим примерно 400 вопросов напишем примерно 7000 строк кода и если ты уже ищешь выход вот с этого положения то будем делать следующее будем понимание добиваться конкретный момент времени конкретной конструкции важно правильного понимания то есть проговорить прописать уметь мыслить уметь спокойно читать документацию уметь спокойно читать в исходном коде вот как только это будет достигнуто вот тогда мы готовы переходить какой-то другой технологии и тогда для нас станет все едино и веб и и и и и и мобильные приложения все прочее и язык здесь не имеет значения эти конструкции одинаково работают во всех языках программирования это наш с тобой задача найти ну что ж для того чтобы подробнее рассмотреть вот тебе первое базовый уровень более подробно видео она в описании а вот тебе второе видео метод бомба я не знаю что мне сделать чтобы стать программистом python java gs продолжите язык вы укажете сами посмотрите более подробно ну а кто готов совершенно начать методику и не знает что как начать да это все просто ребят посмотрите вы видео выберите индивидуальный план обучения и вперед шаг за шагом результат будет у вас есть просто выбор либо вы мучаетесь мучаюсь мучаюсь пять лет либо находите полгода я уже отмучился свои 16 лет и мы добиваемся конкретно базового уровня который вот я указал и каким образом а указал вот тогда получится у меня все спасибо